у меня нет тем для общения с людьми что с этим делать у нас есть внутренний критик который считает и но он называется еще цензор внутренний который считает что вот это будет интересно вот это людям будет не интересно и проблема заключается в том что цензор отрезает очень большой пласт информации которая могла бы действительно людям быть интересно но мы додумали за других людей но мы же якобы умеем читать мысли да проблема-то именно заключается в том что мы думаем что мы мечтать мы мы отрезаем это и думаю мне не это не подходит этот внутренний цензор до такой степени жесткий что он оставляет очень маленький процентик о чем можно говорить очень маленький и самое смешное что тот внутренний центр центр который отрезает большой пласт и в этот процент остается это самый маленький процентик вообще не интересен. Вот такая вот банальность. Вот такой парадокс. Чем сильнее цензор внутренний, о чем говорить, как говорить, чтобы было интересно, ой, нет, вот это нельзя, вот это нельзя, и вот это тоже нельзя. Чем сильнее цензор, тем скучнее человек. И первая ошибка это то, что мы читаем мысли других людей. Вот у кого есть проблема именно, что он не знает о каких темах говорить. Первая проблема это то, что он слишком к себе категоричен, слишком сильный цензор по отношению к себе. Вторая проблема это то, что у человека нет навыка общения. Навык общения, он не происходит сам по себе. То есть вы рождаетесь, вы живете, вы маленький ребенок, вы смотрите, как общаются родители. Ну так вот, если родители, у них тоже отсутствует навык общения, они неинтересно разговаривают, у них тоже может быть внутренний цензор, они могут, у них быть какие-то установки, например, батя может говорить там своему маленькому ребенку, говорит, зачем ты так много говоришь? Нужно говорить только по делу. И говорить нужно мало, кратко, вдумчиво. Вот 50 раз подумай, потом скажи. Все, это программируется. И ребенок 50 раз подумает, и вообще ничего не скажет. А потом он во взрослый мир приходит, и у него вообще слов нет. Внутренний цензор в виде бати, у него сидит внутри и говорит, нет, это не подходит, это нельзя. А здесь 50 раз подумай. И этот навык нужно прокачивать. То есть, если родители не дали этот навык, если ребенок сам в детском возрасте, в подростковом возрасте со сверстниками не общался, или общался мало, или общался с какими-то хулиганами, в кавычках, то есть, опять же, навык не получил, то этот навык нужно тренировать. Это приобретенное. Этот навык приобретается, мы с ним не рождаемся, именно навык общения. И если, например, прокачаться по словесной импровизации, тему вы найдете всегда. Всегда везде, потому что можно говорить обо всем. Если вы прокачаете базовые навыки общения, то же самое. Вы всегда знаете, о чем можно спросить собеседника, или вы всегда знаете, какую тему можно сейчас открыть. И, исходя из этой темы, вы можете выйти в любую тему, какую захотите. Вы можете начать с пельмешек. С пельмешек. А закончить ракетами, которые летят на Марс. А вот между вот этими темами, пельмешки и ракеты, у вас очень много разных тем, которые могут даже не соприкасаться с друг другом. И вы также можете начать, например, пельмешки, потом вернуться к пельмешкам после ракет. У вас нет ограничений. Но чтобы это понять, что у вас нет ограничений, нужно прокачать навык. Без этого никак. Чтобы пришло понимание. Но. С цензором тоже нужно работать. Если стоят жесткие запреты, то человек, конечно же, не сможет реализовать себя. Ну, в плане именно общения. Эти запреты нужно убирать. Можно под моим наблюдением убирать. Можно самостоятельно прийти к озарению, к осознанию тому, что ты можешь говорить, имеешь право говорить обо всем. Еще важная деталь, это низкая самооценка. О чем мне говорить? Я же скучный. Ага. О, низкая самооценка. Или зависимость от оценки других людей. То есть ты себя со стороны других людей посмотрел. Другие люди что тебе сказали? Ты скучный. Все. Я теперь в это поверил. И теперь я буду всем говорить, что я скучный. Но я могу даже не говорить об этом. Я могу просто об этом подумать. И если я об этом думаю, я уже не буду ничего говорить людям. Ребят, вы не представляете, сколько интересных историй происходит на протяжении дня. Я иду по улице. Очень странные ситуации происходят в жизни. У меня бывают ситуации странные. У меня, например, когда я получал паспорт, ко мне подошел дедок и сказал, а вы могли бы там за номером посмотреть, потому что скоро очередь должна подойти моя. А я пока схожу в туалет. Вы могли бы вот вам талончик, посмотрите. И если номер придет раньше, чем я выйду из туалета, вы могли бы постучаться мне в дверь в туалете и сказать, что вот моя очередь. И я попробую это сделать быстрее и забрать у вас талончик. И вот я вам рассказал эту историю. Я вообще не вкладывался в эту историю. Я не играл никакие эмоции, я не играл никакие роли. Но эта история смешная, блин, она смешная, но до такой степени она абсурдная. И вот такие ситуации на самом деле очень много. Но человек, который считает, что ему не о чем говорить, он цензор же, он же его блочит, он же его останавливает. Он говорит, нет, ты не можешь говорить про этого дедушку, который пошел в туалет. Это бред. Тебя оценят в негативе, что ты какой-то неадекватный. Ты что? То есть очень много ситуаций в жизни. Но цензор внутренний мешает. В идеале, конечно, нужно работать и с навыком по общению, и в том числе нужно цензора снижать, убирать вот этого внутреннего батю, если такой был. И постепенно, постепенно на безопасных людей, на безопасных людях нужно применять навык общения и смотреть, что оказывается можно действительно говорить обо всем. Это здорово. Можно даже сказать о том, как вы просто купили хлеб. Вы пошли в магазин и купили хлеб. Потому что там было не так много людей сегодня. И в магазине было достаточно жарко. И вы подумали, что, а может быть, я не хочу сегодня хлеб. Может быть, я сегодня хочу без быстрых углеводов. А потом вы увидели очень красивый хлеб на лавке, на полке. И вам этот хлеб понравился. Он какой-то был необычный. И вот вы уже руку протягиваете, хотите взять этот хлеб, а подходит рядом женщина и забирает у вас буквально из-под носа этот хлеб. И она такая большая, грузная женщина. И вы думаете, ну зачем этот хлеб такой маленький кусочек, зачем он такой большой, ей нужно что-то большое, ей нужен большой батон. Зачем она взяла этот такой маленький кусочек хлеба? А он мне понравился. Ну вот, что я буду с ней делать, если она в три раза больше меня? Я же не смогу с ней подраться, она, скорее всего, меня просто съест. Буквально смыть слово. Вместе с хлебом. И вот неизвестно, что так делать. Говорят, что как бы женщина, их нельзя же, да, там бить, там вот это все, да, физическое вот это воздействие. Правильно, нельзя. Но, а как вообще, например, если такая женщина захочет сама что-то со мной сделать? Вот она подойдет ко мне и скажет, слушай, такой красавчик, ты такой классный, я хочу тебя. И как бы, а он нет такого закона о самозащите против таких больших женщин, что в этом случае делать? Вот я буквально смыслово с нуля создал вот эту тему, историю. Просто раздул ее из ничего. Просто я пошел якобы в магазин. Огромное количество тем, которые вы можете создать сами. Огромное количество тем, если вы будете наблюдать за жизнью. И тогда у вас все получится.